Креатив. Привет, помогу вам продвинуть ваш товар, услугу, профиль. Все, что пожелаете. Продвину вашу на таможне, продвину вашу тестер на три этих вперед. По приятной цене. Приятная цена. Приятная цена это, можно сказать, и по понятному ТЗ, по приятной цене и все, что пожелаете. Ну ладно, только в развлекательных целях. Дома не повторяйте такие разборы. Уважайте или цените людей, ученики, вам спасибо огромное, что вы тренируетесь, вообще учитесь. Это очень дискомфортно начинать что-то с нуля. Мы тоже когда-то делали такое. Так, что у нас тут? Ну, начнем с базовой ошибки. Это формат креатива, который совершенно не подходит под форматы инстарекламы. То есть инстареклама это всегда прямоугольные креативные баннера, но никак не квадратные, которые выглядят некорректно, что повышает стоимость перехода, стоимость следа из такого рекламного объявления. У вас, когда вы делаете рекламную кампанию, есть такое понятие placement, там прямо написано. Лента, квадратный баннер, 900 на 900, вот такое расширение, вот такой формат. Когда там в истории сделать, там тоже написано формат, расширение, какую картинку или видео туда загружать. Сам инстаграм или фейсбук рекомендует вам, какой креатив выбрать. Прямоугольный баннер. Ошибки у нас здесь. Первое. Шрифты. Шрифт, который не читабелен. Я не считаю, что это входит в те шрифты, которые я, в принципе, говорил. Второе. Здесь... На изображение бутермарка, который даже не убрали почему-то. Вы думаете, очень мало фотографий компьютера с планшетом, что вы... Ну, серьезно. Здесь водный знак сервиса, в котором вы делали этот креатив. На этом критически важно обращать внимание, а лучше вообще делать какие-то классные креативы, подыскивать в интернете. И какой-то прямоугольник сверху, непонятно, что это вообще, акцент, чего-то, ничего-то. Попытка сделать креативно, видишь, как будто... Я надеюсь, что то, что сверху два слова вылазят за этот прямоугольник, это попытка быть креативным и оригинальным. А нереально у тебя просто мышка дернулась, и ты не решил не править ее обратно. Продвинуть ваш товар. Что нужно? Шрифты опять 25. Возвращаемся в топ шрифтов. Смотрите предыдущие ролики, разборы, мы там рекомендовали, какие не использовать, какие использовать. Вот на марку убираем, креатив делаем под формат плейсмента, который вы продвигаетесь. Если под сториз, сториз формат 9 на 16. Открывайте фейсбук. И, конечно же, текст, который вы продвигаете. Что у нас тут? Ну, из плюсов. А что, как текст можно скорректировать? По тексту? Да. Как раз хотел выделить это. То, что мне понравилось в этом рекламном объявлении, это тон о войс. Есть правильный тон коммуникации с целевой аудиторией, где мы сразу говорим и обращаемся как к другу. Есть привет, создав отличную рекламную кампанию по приятной цене. Это все тон коммуникации, который располагает к дружескому сотрудничеству. Это плюс, как я считаю, потому что он выстроен хотя бы так. Ну, я бы не писал слово. Ну, да, я в своих рекламных кампаниях не пишу слово привет и прихожу сразу к делу. Ну, настроим, получите. Добрый день. Дальше. Next. Смайк. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся, как зарабатываем. От 300 до 400 до 500 долларов в день на настройки рекламы в Facebook, Instagram, на ведение клиентов. Делаем это уже давно, честно, легально, своим навыкам. И рассказываем остальным. Ссылка на этот телеграм-канал будет в описании. Там я делюсь всеми такими подробностями, нюансами уже и рутинной работой в этой прекрасной сфере. Everyday. Хлоп. Креативы дальше будут. Используйте. Присылайте нам ваши на разбор. Чао-какао. Что думаешь насчет? Давай насчет веселенького что-нибудь. Поддай жарку. О, о. Готовы? Это жикарно. Ну. Продолжение следует.